Соответственно, чем наши эксперты могут помочь технологической компании, которая собирается по одному из заложенных в проект закона о технологической политике Российской Федерации принципах, а их три напоминаю. Один принцип проектов технологического суверенитета, это крупные, как правило, проекты. Второй принцип технологический, то есть надо использовать в своей деятельности, в своих проектах перечень утвержденных сквозных, приоритетных и критических технологий. И третий принцип, надо быть малой технологической компанией, включенной в реестр. Соответственно, в первом случае там правительственная комиссия, в втором случае экспертиза, в третьем случае, опять же, экспертиза одного из трех фондов Бортник, Сколково, ЦПИ на степень соответствия малой технологической компании критериям, либо автоматическое попадание в реестр, если компания уже пользовалась мерами поддержки через один из институтов инновационной деятельности, институтов развития поддержки инновационной деятельности. Ну вот, например, списочек вот этот, да, 3999 распоряжения. Так вот, в каждом из этих трех случаев и там нескольких подслучаев, да, ситуаций, потребуется в любом случае финансово-экономическая экспертиза. Наши эксперты смотрят финансовое состояние, риски, финансовую устойчивость, да, потому что, ну, я думаю, кто сталкивался с господдержкой, господдержка, она, ну, как бы это, может быть, не звучало, она не спасение утопающего, да, то есть это шажок растущий или динамик, показывающий хорошую динамику компании или стартапа, способ прыгнуть на следующую ступеньку, да, а не, что называется, противодействовать скатыванию вниз. Вот. Формальная проверка, как без нее, да, соответственно, эксперты имеют опыт с 2010 года практически подготовки заявки, что немаловажно, экспертиза заявки, что тоже очень важно, да, всесторонние оценки по формальным и неформальным признакам. Технеэкономическая оценка, естественно, у, есть, у экспертных организаций свои требования, и можно взглянуть на проект или на компанию глазами экспертов, скажем так, да, и поставив себя на их место с позиции третьей незаинтересованной стороны взглянуть и понять, где пусто, где густо, где хорошо расписано, где чего не хватает, где какие острые, что называется, углы, да, где требуют доработки, например, на что обратят внимание эксперты, да, то есть какие замечания пишут эксперты. Я думаю, что практически за эти годы работы, да, то есть без малого 13-14 лет мы уже знакомы с, да, и с разными эксперты, да, то есть полуэксперты все равно же как бы меняется, вот, мы знакомы уже, наверное, практически со всеми требованиями любого уровня от очень высокого, там, не знаю, правительственной комиссии или там веба, заканчивая простые, что называется, такие конкурсные отборы с невысоким уровнем, скажем так, с невысокими требованиями притязания экспертов, ну и разные промежуточные технологические, в том числе все подведомственные организации и фонды, будь то Минпрома, Минцифра и венчурных компаний и так далее, и так далее. Вот, о чем я говорю, я говорю об оценке стадии готовности технологии, мы имеем значительный опыт экспертизы оценки УГТ, ТРЛ по шкале ГОСТовской, ГОСТовской, мы можем находить и подтверждать, находить способы подтверждения использования в вашем технологическом проекте приоритетных технологий, критических технологий, складных технологий, сквозных цифровых технологий, цифровых вообще, да, вот, умеем показывать технологические, научно-технологические, технологический, кадровый, инфраструктурный задел, то есть наличие, я не знаю, R&D-центра, опытно-экспериментального подразделения, наличие, подсказываем, как тому же самому конструкторскому бюро, оформить требуемые бумаги, если вдруг они не оформлены, часто такое бывает, для того, чтобы подтвердить наличие таких компетенций. Потом, соответственно, стадии готовности, допустим, опыта экспериментального и серийного производства, технологическую экспертизу проводим даже, там по чек-листу поверхностно или на уровне выездного эксперта торгово-промышленной палаты, когда речь идет об оценке российскости продукта, наличие, производство определенного количества переделов, технологических участков, цехов, стадий. Технологического передела и вообще производства, в том числе дистанционно-территориально распределенного, да, на территории Российской Федерации умеем такие вещи тоже оценивать. Вот, производственную готовность оцениваем, анализируем технологию, технику, неокр, анализируем рыночные позиции, ну до этого сейчас дойдем, да, социально-экономические эффекты, бюджетные эффекты, отраслевые эффекты умеем считать, кадровые эффекты производительности труда, внутреннюю экономику проекта, финансо-экономический аспект компании, да. Рыночные моменты, рыночные аспекты, востребованность, оценка рынка, ниша, сегмент, уровень конкуренции, конкурентная стратегия, конкурентная тактика, технологический отрыв, продуктовый отрыв, технологические преимущества, да, продуктовые преимущества относительно продуктов и технологий конкурентов. Вот. Умеем оценивать степень развитости и наличие в компании проектного управления, проектного учета, анализа, планирования, контроля, учета НИОКР, учета и оформления ридов, результатов интеллектуальной деятельности, объектов интеллектуальной собственности. Там, наличие и соблюдение режима хранения производственных секретов в режиме ноу-хау или коммерческой тайны, патентную защищенность, авторскую защищенность, другие виды государственных защит объектов интеллектуальной собственности. Умеем оценивать ключевые технические решения, степень их патентоспособности, патентопригодности, а также патентной чистоты. Это умеем оценивать. Про задел уже говорил, научно-технические производственные. Разбираемся глубоко в технологических аспектах, продуктовых аспектах, анализируем конструкторскую, технологическую документацию, выявляем, анализируем степень зависимости от импорта материалов, комплектующих технологий, объектов интеллектуальной собственности каких-то. Подтверждаем или помогаем оценить эффекты, которые будут достигнуты у заказчика в случае реализации неокропроекта, проекта внедрения какого-то технологического решения у заказчика. Умеем работать с крупными корпорациями, в том числе заказчиками поменьше, по выявлению, оценке, подтверждению доказательности эффектов от внедрения. Оцениваем ресурсы, оснащенность, анализируем команду, компетенции, анализируем риски и вероятности реализации команды неокроплана, календарного плана. Оценка вероятности вписаться в смету, в том числе рассчитываем коэффициенты загруженности, коэффициенты трудового участия, степень собранности, полноты, минимально необходимой достаточности ресурсов в рабочей группе, например. Например, отраслевые экономические параметры считаем, средняя заработная плата и так далее. Работаем с оценкой патентоспособности, в том числе и неокров, с видами работаем, пригодности их регистрации в качестве объекта на депутатную собственность, патентные исследования проводим, разъясняем, показываем компаниям, как защищать свои права, в каком режиме, какой лучше. Работаем мы со всеми видами технологических инноваций, многоотраслевой принцип у нас, в том числе по информационным технологиям, по электронике, аппаратным, софтом, с электроникой, схемотехникой и тому подобными видами технологических инноваций, железными, что называется, инновациями. Вот такой довольно широкий круг компетенций наших экспертов, наших сотрудников и привлеченных партнеров позволит, собственно говоря, компаниям разного масштаба, от стартапов и микрокомпаний до холдингов, в которых есть компании крупные, среднего бизнеса, малого, попасть в соответствующие реестры, в перечне проектов и получать господдержку, ту самую, которую с 2024 года начинает реализовать правительство через механизмы реализации закона о технологической политике в Российской Федерации. С вами был консультант решения Верной РФ Сергей Маслёхин, задавайте вопросы, под видео будет ссылочка, где уйба материал для самостоятельного чтения, а для тех, кто не может освоить, или лениться, или не хватает времени, абсолютно разные причины бывают, разъясняем понятным языком, даем самый, как бы, цимус, квинтэссенцию от прочитанного. Мы эти документы, что называется, пропустили через себя, анализировали, готовы разъяснять с разной уровенью степени подготовленности, компетенциями команды, уровня вовлеченности или вовлекания всего, можем объяснять сложные вещи простым языком. Удачи вам в реализации проекта, обращайтесь с компетентными профессионалами за сопутствующими услугами. Продолжение следует...